Профилактические рецепты с смесью ГАД. И важно понимать, что все эти рецепты, рекомендации даны в целях профилактического оздоровления. То есть мы не лечим, мы профилактически относимся к нашему здоровью. И сейчас я вам дам базовые рецепты, которые вы можете использовать в своей жизни. Если вы какой-то рецепт не нашли, всегда можете обратиться к нам лично. И мы вам сможем подсказать относительно вашего какого-то индивидуального случая. В целом, так как смесь ОНГАРД направлена на укрепление иммунитета и на повышение защиты от инфекции, мы можем использовать эту смесь внутрь. Это можно делать, мы это знаем. И у нас в компании Дотерра есть специальные растительные капсулы Веги Капс. Вот вы можете их приобрести и наносить 2-3 капельки масла ОНГАРД в эти капсулы. И, соответственно, таким образом принимать их внутрь. Или же можно эту смесь принимать в одной чайной ложке меда или в 120 мг напитка. Например, это может быть какой-то сок цитрусовый или, допустим, альтернативное молоко. Миндальное, рисовое. Соевое я написала, но все-таки соевое не рекомендуется. Желательно, чтобы это было ореховое молоко. И принимаем мы ОНГАРД таким образом от 1 до 3 раз в день ежедневно или курсом по мере необходимости. Для профилактики ОРВИ можно пару капель ОНГАРД разбавить базовым маслом кокосовым и нанести на стопы. Или же наносить на стопы каждые 2 часа при первых признаках заболевания, чтобы окончательно не заболеть. Можно даже таким образом попробовать снять температуру начинающейся. При ларингите можно полоскать горло каждый час таким раствором. Берем 1 каплю масла лимона, тоже лимон у нас входит в состав семейного набора. 1 каплю смеси ОНГАРД и 1 столовую ложку воды. Все это хорошенечко взбалтываем, перемешиваем и полоскаем горло этим раствором. Для освежения полости рта можно добавить пару капель ОНГАРД в 100 или 150 миллиграмм воды и полоскать. Можно также добавлять каплю ОНГАРД непосредственно в зубную пасту. Или же у нас в компании Дотерра есть готовая уже зубная паста, так и называется ОНГАРД, отбеливающая. Для дезинфекции зубной щетки можно положить ее в воду с 2-3 каплями смеси ОНГАРД. И также можно эту смесь наносить непосредственно на раздраженные десны. Также ОНГАРД можно использовать для очищения, для освежения воздуха, для дезинфекции. Например, для очищения и освежения воздуха в закрытых помещениях можно смешать несколько капель смеси ОНГАРД с водой пол-литра и все это распылять. Причем обязательно используйте стеклянный пульверизатор и перед распылением все это хорошо взбалтывайте. Для устранения болезнетворных бактерий капните несколько масел ОНГАРД на воздушные фильтры во время их замены. Для очищения и дезинфекции ванны можно смешивать несколько капель ОНГАРД с пищевой содой. И вы заметите, помимо очищения и дезинфекции у вас будет стоять шикарный аромат в вашей ванной комнате. Для приготовления универсального очищающего и дезинфицирующего средства можно смешать несколько капель смеси ОНГАРД с водой. Берем 250-500 мг воды и распылить на поверхности, после чего протелить их сухой тряпкой. И также можно добавлять ОНГАРД в аромодиффузор и использовать в доме, в офисе, в пространстве, где вы работаете. Для того, чтобы убить бактерии, болезнетворные организмы, вирусы, укрепить иммунную систему и наполнить ваше помещение эмоциями радости. Какие дозировки по аромодиффузору? Это примерно 1-2 капли на 5 квадратных метров вашего помещения. Для избавления от бородавок можно нанести ОНГАРД на бородавку, наносить несколько раз в день, при этом также смешивать, расплавлять с кокосовым маслом. И для усиления эффекта можно закрыть пластырь с бинтовой прокладкой. Также чередовать можно с другими эфирными маслами, такими как орегано, чайное дерево, ладан, которые также хорошо воздействуют на устранение бородавок. Об этом мы подробно будем говорить на следующих занятиях. Для приготовления натурального средства для очищения рук можно смешать несколько капель ОНГАРД с фракционным кокосовым маслом в соотношении 1-5. Одну каплю ОНГАРД и 5 капель базового кокосового масла. Можно использовать ОНГАРД для дезинфекции рук во время путешествий, когда нет возможности помыть руки. И что важно, использование ОНГАРД для детей, безопасное использование. У нас в компании Дотерра есть ОНГАРД роллеры, специальные, то есть не флакончики, а специальные шариковые роллеры. Они уже разбавлены с базовым маслом, поэтому вот такие роллеры можно и давать детям, чтобы они сами их использовали, и наносить на стопы детей перед школой, перед детским садиком для того, чтобы у них происходило укрепление иммунитета в течение всего дня. И, соответственно, они приобретали заряд бодрости и энергии также на весь день. И также ОНГАРД можно использовать в аромакулоне, в специальных керамических аромакулонах. Когда мы туда капаем 2-3 капельки масла или смеси, кулончик этот при соприкосновении с телом нагревается, потому что это же керамика, и, соответственно, в течение дня мы чувствуем вот эти пары эфирной смеси, которые воздействуют на наше психоэмоциональное состояние. И следующие тоже рецепты базовые использования ОНГАРД ингаляционным способом, то есть тот же самый аромакулон, непосредственное вдыхание из флакона в течение дня столько раз, сколько вам требуется, или же вдыхание с аромадиффузором. Это всё можно сочетать с квантовой медитацией, можно использовать в качестве наружного применения. Это, например, аромомассаж, который бывает профилактический и терапевтический, и, соответственно, дозировки там тоже разные. Если вы используете профилактический массаж, то берёте одну каплю смеси ОНГАРД и добавляете к 5 мг основы. Если у вас терапевтический лечебный массаж, то дозировка увеличивается, и вы уже берёте 5 капель смеси ОНГАРД на 5-10 мг основы базового кокосового масла. Распыление. Распыление может быть дома, в офисе, например, даже в больнице, если у вас там кто-то лежит, вы ухаживаете за больным. То есть распыление всегда будет очень полезно и больных, и для здоровых людей. В этом случае мы на 1 литр холодной кипячёной воды добавляем 1 столовую ложку спирта и добавляем от 5 до 20 капель смеси ОНГАРД. Тут уже ориентируйтесь на пространство, помещение, на то, насколько для вас это масло концентрировано по аромату, и распыляйте в доме и в офисе. Арома ванна, которую мы используем в профилактических целях, и когда мы используем её в профилактических целях, мы начинаем всегда с 2-3 капель, которые растворяем обязательно в эмульгаторе, потому что масла в воде не разбавляются, а эмульгаторами могут быть соль, чистая обязательно, без примесей, без каких-то химических ароматов, молоко, сливки. И вот 2-3 капельки смеси мы растворяем в 200 мг молока или сливок, или же берём от 1 до 3 столовых ложек соли, то есть как альтернатива. Можно увеличивать дозировку до 6-10 капель, если вы чувствуете, что всё хорошо, и вы можете принимать арома ванну, то есть нет никаких либо побочных эффектов. И принимать ванну необходимо через день, опять-таки для профилактики. Вода должна быть примерно 37 градусов, то есть она не должна быть горячей. И принимаем ванну примерно, ну, начиная с 10 минут, и максимум 15-20 минут, но не больше. И рефлексотерапия. Рефлексотерапия, о которой я рассказывала в нашем основном блоке, это когда мы разбавляем смесь с транспортным, с базовым нашим маслом кокосовым в пропорции 1 к 1, и наносим на точки рефлексотерапии на стопах и на ладонях для укрепления иммунитета, для расслабления, устранения стресса, да, и для, в целом, для укрепления нашего организма. Вот такие вот базовые рецепты для начала взаимодействия, знакомства с эфирными маслами.